МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Упорный боец, битый, то есть тоже настраивался на тяжелый бой, знал, что легко не будет. Я каждому бою настраиваюсь. Как к последнему. Поэтому, к сожалению, это бокс. И это такой вид спорта, где даже могут убить на самом деле. В начале третьего раунда Али Исмаилов несколько раз достал Дениса Лебедева. Эти чувствительные попадания едва не поставили российского тяжеловеса на грань поражения. К чести Лебедева он не запаниковал, а сделал ровно то, что и должен сделать в таких случаях опытный профессионал. Классическими сайдстепами уходил с линии атаки соперника и встречал бросившегося, было он добивание, Исмаилова жесткими ударами. В самом конце раунда Лебедев попал левой, в результате чего лопнула бровь противника. А уже в следующем четвертом раунде все встало на свои места. Лебедев раз за разом принялся методично и хирургически точно вскрывать оборону своего визави, постепенно надламывая его. Пропустил один удар, думаю, как это так, ничего себе. Так же хотел отдать сразу же должок. Пропустил в этом же должке еще несколько ударов. Потом вовремя понял, что надо выполнять установку, вернуться к тому, что мы готовили, что мы работали над чем. Поразило вот хладнокровие, спокойствие бойца, насколько четкие выверенные движения, при том, что все-таки мой боксер это был Олей Исмаилов. Но в данном бою, конечно же, Денис был намного лучше. Все решил, едва заметный коронный левый в печень. Надо отдать должное мужеству Исмаилова. Он сумел вытерпеть и дотянуть до конца раунда. После болезненного попадания Али, защищая печень, инстинктивно опустил правый локоть, приоткрывая голову для удара левой. Силы азербайджанского бойца начали таять буквально на глазах. В довершении всего, к концу шестого раунда, на его лице появилось еще одно кровоточащее рассечение, и он был вынужден отказаться от продолжения поединка. Али захотел закончить этот бой досрочно, но Денис правильно построил тактику, правильно защитился, правильно выждал момент и в последующем, буквально в каждом раунде он наращивал свое преимущество и просто чертно, просто избивал. Денис Лебедев одержал очередную досрочную победу в красивом и драматичном бою с опытным и опасным мастером. Он уверенно защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO и подтвердил свою готовность к поединку за пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе. На мой взгляд, вообще это был главный бой вечера. Его все ожидали, и это событие, оно было высоко оценено не только в средствах массовой информации здесь, в России, но и в мировом сообществе. То есть это действительно был стоящий бой. В ринге сошлись два серьезных бойца, два профессионала. На мой взгляд, с высокой, с большой буквы. Еще совсем недавно его имя мало что говорило любителям бокса. И это неудивительно. В 2004-м непобежденный чемпион России среди профессионалов Денис Лебедев принял решение уйти из большого спорта. Четыре долгих года он не выходил на ринг. А когда вернулся, совершил стремительный рывок из полного забвения в первые ряды претендентов на чемпионские пояса. Досрочно победив во всех шести проведенных боях. Труд профессионального боксера очень-очень, без преувеличения, очень тяжелый труд, как говорится, семь потов. И пропускаем удары, как бы там ни было, и наносим удары, и переломы костей, там, руки, травмы, переживания, там, дома, в семье. Кто-то говорит, не надо заниматься. Кто-то говорит, давай-давай, уже ты многое там отдал, давай до конца дойди. И труд, конечно, каторжный, без преувеличения. Биография Дениса Лебедева оставляет странное впечатление. На первый поверхностный взгляд она лишена внутренней логики и последовательности. Он родился в Старом Осколе и переступил порог боксерского зала в тот же год, когда пошел в школу. Но первые годы он всего лишь испытывал терпение тренеров. Успехи пришли к Денису Лебедеву едва ли не через десяток лет тренировок. Успехи, наверное, начались лет 15-16, когда я выполнил. А норматив мастера спорта я выполнил в 16 лет. И, наверное, я по-настоящему поверил в себя тоже, наверное, в это время, пока не выполнил норматив вот этот. А до этого, ну, ходил по настоянию отца. То, что вот он звонил каждый день на тренировку. Жень, ну как там мой там, как там, успехи есть. Чаще всего, вот до возраста 16 лет, чаще всего ответ был тренера Саня, да? Никакого толка, наверное, с него не будет, ты переведи его в другую секцию. Надо заметить, что Старый Оскол дал нашему спорту не только боксера Дениса Лебедева. В этом же городе развился талант нашего великого чемпиона в боях без правил Федора Емельяненко. Не только земляка, но и ровесника Дениса. Есть у нас такой замечательный тренер, Мечков Александр Васильевич. Это вот его тренер по боксу. Он подтаскивал людей, ребят, вот, в парах постоять. Федя дает школу бокса именно. Вот так что могу даже сказать, что с Федей, вот, отчасти моя есть работа, то, что он как вот боксирует и так далее. Казалось, что в конце 90-х наступает время Дениса Лебедева. Он попадает в сборную России, убедительно выигрывает чемпионат континента среди молодежи. А в 19-е становится бронзовым призером взрослого чемпионата страны. В эти годы окончательно сформировывается легко узнаваемый стиль Дениса, в основе которого прирожденная физическая мощь, высокая скорость и плотность боя, мощный завершающий удар левой и редкое умение эффективно и разрушительно работать по нижнему этажу. Насколько я помню, мне приходилось его осудить на чемпионатах вооруженных сил. У него был очень хороший тренер в ЦСКА, Владимир Александрович Лавров. Я видел, как они долго и упорно работали. Боксерские тонкости, все он это понимает и знает, как правильно вести бой, подойти к тому или иному сопернику. Боец с таким характером, тем более он русский человек, это фактор немаловажный. Потому что он выходит, он всегда готов к бою. А на соперника это влияет. На рубеже веков Денис Лебедев третий номер сборной. Неплохо для 20-летнего бойца. Плохо, что впереди него настоящие звезды российского бокса, ветеран Александр Лебзяк и набирающий силу Евгений Макаренко. Возможно, именно это обстоятельство стало одной из главных побудительных причин перехода Лебедева в профессионалы. Хотя для многих специалистов внезапное и резкое решение молодого и перспективного на тот момент боксера до сих пор остается загадкой. Вообще появление таких боксеров, это вообще-то, я считаю, большой вклад в развитие профессионального бокса у нас в стороне. Почему? Потому что вообще-то не так часто именно боксеры такого уровня переходили туда в профессионалы. И я считаю, Денис Лебедев, он удачно вписался. Ну, он как бы, знаете, как рыба в воде. Вот он очутился в своей родной стихии, это в профессиональном боксе. Ну, это то, что он в третьем поединке стал чемпионом России с репсионалом, это нагрит о его огромном потенциале. Несмотря на то, что Лебедев провел немного боев в профессиональном боксе, в этот вечер он стал чемпионом России. Ну, видно было, что выучка боксерская, техника, сила удара, поэтому одержал победу. Это был фурор вечера. Дебют Дениса Лебедева на профессиональном ринге состоялся в начале 2001 года. Уже в третьем своем бою он завоевывает звание чемпиона России. Тем не менее, успехи в ринге не приносят должного удовлетворения. Хлеб профессионального бойца Игоря Кыскудин. Несмотря на успехи в ринге, Лебедев, как и большинство его товарищей, дерется за нищенские гонорары. 50 долларов за раунд. Денег, которые он получал в те годы за бой, не хватало на лечение неизбежных травм и повреждений, не говоря уже о содержании семьи. Но самое главное, впереди не было никакой перспективы. Вплоть до своего неожиданного ухода из бокса Денис как бы варился в своем собственном соку, встречаясь в основном с бойцами из республик бывшего Советского Союза. Всего же он провел 12 боев и во всех победил. В середине 2004 года Лебедев, как ему тогда казалось, окончательно оставляет ринг. Три тренировки в день, потом определенный режим питания, отбой, подъем. Во многом приходится себе отказывать ради достижения цели, конечно. Ну и, конечно, очень важный момент, то, что какая команда складывается вокруг боксера. К сожалению, вы же смотрите профессиональный бокс. Много, я еще лично не видел ни одного боксера, который бы сказал, что у меня хорошая команда, у меня хороший менеджер, все честно. Ведь в основном люди ссорятся, как показывает жизнь из-за денег. И вот так уж повелось почему-то. Частым образом боксера пытаются обокрасть. Может быть, потому что он не силен в юридических вопросах, а может быть, просто потому, что ему некогда ими заниматься. Ему только надо тренироваться, повышать свой уровень мастерства. Возвращение Дениса Лебедева в профессиональный бокс, как это нередко бывает, оказалось делом случая. Заехав по делам в подмосковный Чехов, Лебедев встретился со своим старым другом по юношеской сборной России, олимпийским чемпионом Александром Поветкиным. И эта встреча оказалась для Дениса Лебедева без преувеличения, судьбоносной. Потому что внутри-то все равно подмывало, то, что вернуться обратно, тем более, когда смотришь близкого человека, видишь, и аж даже пульс становился чаще. Вот. И он говорит, конечно, Денис, не вопрос. Он говорит, ну, боксировать-то я за тебя не буду, а телефон людей, с кем я работаю, я тебе дам, встретишься, поговоришь, там найдете общий язык, будете работать. Нет, значит, нет. Сегодня Денис Лебедев тренируется в подмосковном Чехове. В команде самого известного российского боксерского менеджера, Владимира Хрюнова. Похоже, что местный клуб «Витязь» постепенно превращается в былинную богатырскую заставу. Ведь помимо Дениса, здесь прописан еще один потенциальный король мирового профессионального ринга Александр Поветкин. Все сложилось. Все получилось, слава Богу. И так вот началось наше сотрудничество. У нас Белов Валерий Иванович, Владимир Викторович Хрюнов, Андрей Козлов и я. Это наша команда. Как ни странно, четырехлетняя передышка пошла на пользу боксеру Лебедева. Его стиль получил необходимую завершенность. Характерно, что после профессиональной реинкарнации Дениса ни один из его противников пока еще не сумел дотянуть до финального удара гонга. А соперники, между тем, стали гораздо опытнее и опаснее. Меня больше всего удивляет, когда он удивляет на ринге. Вот вроде бы с ним в спаррингах стоишь, привыкаешь к нему, да? Но в то же время он резко меняет свою методику. Например, уходит под другую руку, бьет с правой руки. Тот факт, что сейчас Лебедев нашел себя в команде Хрюнова, Владимира Хрюнова, достаточно корресно-речивый факт. Он подтверждает вот это тесное сотрудничество своими выступлениями прежде всего на ринге. И те успехи, которые он одержал в последнее время и в Англии, великолепно проведя бой на нокаутеру в третьем раунде англичанина, и выиграв в пятом раунде в Санкт-Петербурге последний бой у Исмаилова, говорит о том, что вот та творческая дружба, которая редко довольно бывает в боксе профессиональном, между менеджером и боксером, дает свои плоды. Несомненно, что в этом преображении Лебедева большую роль сыграл Владимир Хрюнов, сумевший привлечь для работы с Денисом по-настоящему классных специалистов. Вначале появился Андрей Козлов, тренер по физической подготовке. Вот уже несколько лет работающий в хоккейной команде «Витязь». Используя самые современные методики, Козлов сумел вывести Лебедева на принципиально новый уровень физической готовности. А самое главное – решить проблему Дениса с хронической и болезненной травмой руки. Оказалось, что в прошлом он занимался сам долгое время боксом. И он имеет не только представление, он знает практически все о боксе. И также владеет медицинскими, в частности, умеет тейпировать руки. Я овладел совершенствованием тейпирования классическим. Не только кистей. Это ног, рук, суставов. И вообще занимаюсь этим делом достаточно давно и нравится. А просто качественно применил это на боксерах. А знаю еще и механику, бил механику кистей. И учитывая, что сам занимался боксом, знаю, в каких местах в основном травмируются руки. Я просто эти знания применил. Мы попробовали на тренировке раз, попробовали два. Я чувствую, что все профессионально, все качественно, все подходит мне. Я побратился к нему с помощью, с вопросом, с просьбой помочь. Вот. И он согласился. Мы начали вместе работать. Подмосковный Чехов. Боксерский клуб «Видесь». Рабочий момент тренировки. В зале Александр Поветкин. Он внимательно следит за нюансами подготовки Дениса Лебедева. Советует, критикует, высказывает пожелания. Я считаю, что Саша Поветкин, вот его тренер Валерий Иванович Белов, который тренировал Поветкина, это очень большая находка для Дениса Лебедева. Он человек благодарный. И он, знаете, вот такой, когда я спросил у него, как-то в разговоре, говорит, а ты не боишься проиграть? Он сказал, говорит, я не проиграть боюсь, а я боюсь подвести людей, которые в меня верят. После возвращения Лебедева на профессиональный ринг, к работе с ним подключился наш известнейший специалист, многолетний наставник олимпийского чемпиона Александра Поветкина Валерий Иванович Белов. Работа с признанным мастером тренерского цеха добавила новые штрихи в боксерский стиль Лебедева. Вот надо вот это, чтобы была вот эта острота, где-то финты. И именно острота была, чтобы все время держал противника в напряжении. Вы знаете, это вот основное, на мой взгляд, взаимопонимание боксера и тренера в углу. Если оно присутствует всегда в каждом раунде, это, ну, я бы хотела, я бы скажу так, что полпобеды точно, а может и больше. Потому что у Валерия Ивановича Белова есть очень много хороших качеств. И одно из этих качеств, то, как он читает соперников, как он видит их ошибки. Денис безоговорочно доверяет своему наставнику. Чутко прислушивается к советам, звучащим из угла. Белов же, в свою очередь, не старается переделать ученика по своему лекалу, а внимательно шлифует сильнейшие качества подопечного с учетом индивидуальных особенностей Дениса. Ну, во-первых, он левша, это уже неудобно получать. Второй, сильный удар, как бы. И, как бы, смотря на свою мощь, он может действовать быстро. Может взорваться и тут же накинуть серию. Когда помимо глаз, то, что они смотрят в глаза, он еще помимо глаз, ты когда заглядываешь внутрь, а там все в боевой готовности, для соперника это бывает многие делают шаг вперед, а потом откатываются, на, зато все уже. Он уже справится со своим состоянием, уже не может. Он уже его до боя подавдавил уже. Когда этот год кончился, я даже немножко вздохнул как-то с облегчением. И у меня вот сейчас, на данный момент, внутри такое чувство, что вот в этом году, вот должно, это мой год, вот должно все получиться, именно в этом году. Мне кажется, все это заслужено. Так что он молодец. Он стремится, рвется к этому. Вот. Ну, дай бог, что все пошло так же. Сами видели все. Что я буду комментировать? 2009 год должен был стать для Лебедева годом прорыва. И он стал таковым. Денис стал появляться в квадрате ринга в камуфляже, тельняшке и голубом берете крылатой пехоты, подчеркивая близкий ему образ русского воина. Образ, которому он теперь обязан был соответствовать. В марте на ринге подмосковной Балашихи Денис в пятом рауде нокаутировал кубинца Ирисео Кастильо, авторитетного бойца, несколько лет назад оспаривавшего у Владимира Кличко титул чемпиона мира в супертяжелом весе. 18 июля в Манчестере состоялся бой Лебедева с бывшим чемпионом мира в Крузервейде, любимцем местной публики валийцем Энсо Маккоринелли за вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO. В Англии, давайте говорить откровенно, в Англии вообще-то бокс такой откровенный и честный. Порой здесь мы видим заранее фаворита и оппонента. В Англии же, вот я ездил уже раза четыре, там чаще всего равные бойцы и нету договорных никаких матчей, все по-честному. И поэтому бокс там гораздо жестче. Местный чемпион Маккоринелли считался безоговорочным фаворитом в бою с никому неизвестным русским. Но бой сложился по другому сценарию. Лебедев сразу же захватил инициативу и начал расстреливать Маккоринелли жесткими акцентированными ударами с обеих рук. Британец явно не ожидал такой дерзости и очень быстро надломился. Бой, рассчитанный на 12 раундов, в итоге продлился меньше трех. Порой надо было добивать. Он попадал и отпускал противника. Но когда стал вот именно, было вот это добивание, добавлял, попал и тут же подхватывал, у него все пошло нормально. Ну, так сложилось, что попал и доработал ситуацию. Энсо Маккоринелли оказался как человек, очень хороший. Потом мы общались с ним после боя. Он даже зашел в раздевалку, пожал мне руку, сказал, ты лучше, молодец, желаю тебе дальнейших побед. Когда в 2001 году Денис Лебедев выиграл свой первый титул чемпиона России, он подарил чемпионский пояс одному из тренеров, участвовавших в его подготовке. Считается, что профессиональный бокс индивидуальный и жесткий вид спорта, в котором вопрос подчас заключается даже не в победе, а в выживании. Однако и здесь есть место для проявления лучших человеческих качеств, особенно если у тебя большое сердце прирожденного чемпиона. Когда он уничтожил Энсо Маккоринелли, он подарил свой пояс интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации своему тренеру. Это шаг, он и говорит о человеческих качествах Дениса Лебедева. Я скажу, что очень порядочный, действительно, хороший рук, и можно глобально сказать, с этим человеком в разведку бы пошел. Что-то неуловимое отличает Дениса Лебедева от других бойцов. Простой парень из самого центра Корневой Руси, он входит в ринг, сосредоточенный и отрешенный, сбросив с себя шелуху по вседневности. Так выходили на бой его великие предки на полях русской славы Куликове, Бородино, Прохоровке. И здесь, в ринге, на поле своей брани он верит, как верили они, что нет больше той любви, как положить душу за други свои, за старый оскол, за трех своих дочерей, за друзей десантников и за всех тех, кто верит в него и кто составляет собой его образ России. Я очень ценю победу нашего Великой Отечественной войны. И это на самом деле очень наша такая, а в ней будет помнить всю жизнь, наверное, всегда. Форма солдатская, военная, она, на мой взгляд, чем-то поднимает дух внутри человека. Это вот связано с той же, опять же, вспоминается война, какие мы выиграли сражения. Ну, не нападайте на русских, мы все равно сильнее. Федерация профессионального бокса России назвала Дениса Лебедева лучшим боксером 2009 года. Более того, теперь он первый номер в обновленном рейтинг-листе WBO. Нет сомнений, что наступивший год станет для Дениса кульминационной точкой всей его карьеры и даже больше, всей жизни, временем решающих испытаний, которые, впрочем, давно уже стали привычным делом для бойца, выходящего в квадрат ринга в форме русского воина-десантника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова